так ребята доброе утро отстояли мы здесь свита сам я чуть подальше стартуем нам принципе выгрузка 8 но мы решили свита сам поехать пораньше раньше начнем раньше закончим как раньше на базу так что гоним вот он проезжаем вот и стоит витас видите до 45 стоит покуривает ждет меня контактам я посмотрел там контакт с правой стороны почему-то отцепляется нету нормального контакта так скажем это не есть хорошо он отцепляется по дороге а что-то выключился у меня у лидал типа типа ты приехал парень 172 куда-то меня ведет уже вырубил нам туда не надо нам вот в этот лидл надо вам никого нет они кого нету есть даже стоят в очереди Ладно, прижимать не будем, коллег Пройдем чуть вперед И там ставим По-моему, все равно выгрузка у нас будет там, в дальнем Мне так кажется Мы лучше вперед проедем, чтобы нас не закрыли И пускай Витасу будет место заехать Вот так Грубо говоря, все, мы приехали Пойдем Оборвляться Может, это пришло Ну что, выгрузились в Лидли Как обычно, если Что-то должно произойти Какие-то непонятки То это ко мне, то это коллег Ну, там небольшие непонятки Это не ко мне, особо Претензий ко мне-то нету Это количество коробок Почему-то не совпадает Что они там напечатали Не знаю Я говорю, больше не меньше Они говорят, ну да Вот, но там в Лидли Приезжаешь, становишься Идешь на рецепшен На рецепшен Долго приходится ждать Я был первый, кстати Потому что раньше, чем там 7.30 Они не открывают Они не открывают Окошко Там девушка одна работает Болячка Она как медленно все это делает Что Ну, все время медленно Поэтому Приходится ждать Это хорошо, что я первый был Я помню, в прошлый раз Когда я был Я был там Пятый, наверное Так долго Первый раз, вернее, когда я был Пятый я был Так долго ждали Там Бывает, подходит Еще одна девушка Помогает Когда быстрее все идет Так очень долго Сначала Когда перед Выгрузкой И потом еще После выгрузки Вот Что еще Ну, выгрузили Все в порядке Отправил всю Информацию Получил задание В Германию Мы едем На загрузку Оттуда, я так понимаю В порт И с порта Я думаю Что будет Этот пустой Контейнер И на базу Наверное Я так понимаю Я так думаю Так должно быть По сути Я сначала подумал 23-го Надо везти Мне Контейнер А этот Депочтайм Наверное Контейнер Должен уйти 23-23 Это воскресенье Я уже начал думать Как это Контейнер Воскресенье Мне надо еще 45-ку обязательно Стоять Потом ехал Мне только Время Отправки Контейнера Витас Где-то тут Рядом Едет Вот Ну ничего Сгоняем В Германию Давно не были Несколько дней Когда я там был Во вторник я там был Типа Типа в 11 Мне написано Что Начало Погрузки Витас Витас Говорит Что если там Ну особо не успеваешь Нет такого Ну не от меня Зависит это Ну например Я получаю задание В 10 утра А мне пишут Что в 11 Загрузка Ехать там 200 километров То явно это Вронг И Водер Ну Задание Ошибка А не Моя Ну а если там Типа время Достаточно Это не вижу Сбиваешь А потом Оказывается Там пробка Или еще Какие-то проблемы Это нужно сообщать Конечно Но желательно Вообще Сообщать Все эти вещи Потому что Планинг он планирует Вон Ребята Уже километр До Германии Сейчас мы тут Остановимся Где-нибудь 700 метров Надо везти Эту самую Страну А не Не здесь Нафиг Здесь не будем Сорри Потом отсюда Хотя можно было Отсюда и выехать Ладно Поедем На следующий Парк 25 километров Ну вот Германская Република Не забываем Да Что 65 По националкам Здесь Ну 60 Да И никто Вот не остановился Чтобы везти страну Я вот смотрю Ребята Вот никто Потому что Ну это Нехороший Надо съезжать Да Там Потом выезжать Ну можно было Просто мне что-то Показалось Что-то вообще Съезд Странс Конкретно Как-то он Очень медленно Едет Попробуй Запогнать Давайте Давайте Обгоним Потому что Там Надо Прибавить Скорость Знака Не было Запрет Но Этот Как-то Очень Бедно Слишком Едет Вот Как обычно Сейчас Начинаю Я его Гонять Он Прибавляет Или Геет Что-ли Ладно Едем дальше Не забываем Только Что Надо Буду Страну Открыть Перепроложить Куда Грузовикам Нельзя Перепроложить А куда Что-то Надо Грузовикам Сюда Что-ли Приятно Тут Заехать Ой Ребята Интересно Заезд Такой Офигеть Ну и как Ну и как Ну и куда Мне дальше Моя Здесь Становиться Надо И потом Идти В Рецепшн Туалет Есть Душ Есть Ребята Ну и куда Стою я На загрузке Я не могу понять Что делать такое что-то интересное какие-то блин для машины что ли типа бардачков с какими-то прокладками не прокладками но уплотнение уплотнением собирают и кого знает идет работа лица такие какие-то славянские не поймешь хуй взять такое спокойное производство не вместо какой-то непонятно где-то нажал там когда недовольны что по-немецки я говорю я кематами студии что-то опять по-русски такой проезжаю я говорю что нельзя было сразу открыть ворота включить зеленый свет вот начали грузить в 11 мы приехали так и запишем ладно поставил видео на на сохранение будем смотреть будем ждать когда сохранится суп вечером уже другое с анимат лейды какой от лейды я даже не в латвии что получить скидки надо воды достать у меня вода закончилась бутылки очередной опа голландский воду на не надо покупать здесь воду надо просто тупо набирать на базе все будет окей ладно ждем потом надо куда в бюро бюро где наверно вот там там бумаги будут это пипец блин ребята закончила погрузку я запавился отсылать документы 17 документов ну что я могу сказать сегодня я на базу не приеду мне надо ехать сейчас порт блин сдавать прицеп и контейнер и потом ехать на базу походу но но по времени я не успеваю вот так получается в субботу на контейнерах тоже бывает работа то есть получится у меня аналогично прошлой неделе нехватка времени а а а а а загрузить загрузили блин и надо было вот я дурак не надо было не стоять возле этой рампы не отъезжать отъехал приезжает один пипикает блин дальше отъехал машины еда там лет так плохо вообще все только оформлять нафиг блин в следующий раз возле рампы буду стоять и говорить нифига пока не оформлю документы от рампы не поеду в таких случаях правильно так и надо делать не надо там подстраиваться под этих немцев не еще не ну я тоже могу понять я вам приехал на загрузку а тут блин такой чудак стоит блин непонятный и вместо того чтобы отъезжать и ехать он стоит и блин фиг знает что он там делает фотографирует что то ну вот блин сейчас будем смотреть проедет все это всё и все и все все и все и все все и и Сейчас попробуем. Немцы, немцы, я вот сюда ехал, ставил грузовик, там я вообще бы не заехал. Ой, ну ладно, надо бы на трассу выскочить, да, ребятки? И, блин, там проехать можно было, но там пассажирские машины, блин, не хотел цеплять. О, сохранилось видео уже, я в жилетке в этой еду. Туда показывает, главное, 240. Зачем нам туда, нам надо по-другому ехать. Нам надо под мост, под мост, на трассу. Правда? Время вождения у меня сегодня достаточно, у меня не хватает рабочего времени сегодня, чтобы до базы туда ехать. Вот в чем дело. Надеюсь, я там все отправил ему. 17 фотографий, куча документов. Это пипец. Я вообще надеюсь, я то взял. Это меня загрузили, я надеюсь, а не какого-нибудь дядю. Мой груз, вернее, я свой груз взял, чужой груз взял. Вот это было, блин, я вообще даже ни кроссовки не снял, ничего. Заехать будет на парке в Голландии и все переодеть. То, блин, еду в кроссовках, в жилетке, без коврика, а ехать далеко, по границе рядом, вроде. Сколько там по границе, сейчас посмотрим. Нифига, 78 километров. Не, надо заранее. Немножко по-другому идем. Не, ну как-то, блин, 78 тоже что-то многовато. А, ну да, это оттуда было. Там сколько там? 10 километров. Все правильно. Мы едем, короче, мы в Порх. А вообще, надо еще проехать 4-5 километров сегодня. Это ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, ну вы понимаете. Это нереально. 6 часов ехать. У меня езды 6.27 пока. Хотя не 6.27, у меня езды больше. У меня время рабочее 6.27 остается. У меня пятнаших нет. Так что, вот так. Ладно, едем на ближайший парк. Там приведем себя в порядок и погоним дальше. Ну, в принципе, реально получается, что завтра полдня у меня рабочих. Ну, это я... Я хотел сегодня приехать, но не получается. Мечтал. Не получается. Что-то я как-то не подумал о расстоянии. Так далеко. Так, ну что нам сейчас? Найсенверден. Пойдем. Пойдем-ка мы прямо. Я не хочу там опять какие-то горы нарисовываться. Нафиг надо. Правда? Пойдем на СН. Я там уже понимаю, что там будет какая-то фигня. Надеюсь, я не прогадаю. Хотя, может, и надо было там ехать. Фиг кого знает. Не, все навигаторы, кроме этого, показывают туда. Хватит, я уже поехал, поэтому не там где надо. Три-один. Хотя, когда я сюда ехал, тоже поехал. Эти все показывали так, я это показывал так. Где-то я там втерся. Ладно, ребята, ездим. Наслаждаемся погодой. И завтра еще в пару часов придется ехать. Продумать, где я там остановиться. Это же я не через этот самый поеду, не через Роттердам. Ну, хотя там в какой-то момент я поеду там, где надо. Может быть там до яхты доеду. Ну, в субботу там работают, блин, кстати. Ну, мы рано встанем и выйдем. И выйдем. Это все меня туда тянет. Я не хочу туда. Все, мы едем по другому маршруту. Отстань. О, он хоть и так обратно, чтобы я... Да, да, да. Сейчас. Я только об этом и мечтал. Давай уже исправляйся, навигатор, блин. Веди, как все остальные. Не парь мне мозги и себе тоже. Переположить. Конечно. Понимаешь? Вот сейчас уже реально нормально показываешь. Одиннадцать километров. Поворот. Трафик, значит. Все, ребята. Я, блин, вам скажу. Сегодня я запарился. На контейнерах. На этих. Потому что... Блин, что я забыл это сделать. Ой. Два контейнера поменял. Третий оказался нормальный. Вот. Вот. Одно. Две дырки. Замазанные, да. Вот так две дырки, да, в этом буглах внизу и замазаны. Замазанные. Замазки. Конечно, я, блин, пошел и на inspection, да, говорит, надо менять. Или проложить. А второй... Блин, такая дырень хорошая в полу. Там то ли варили, то ли еще что-то. И чувствуется какой-то пожар. Или там суп варили в этом контейнере. Я не знаю. Дырень такая. Он сначала говорит, нет, нормально, можно ехать. Я говорю, серьезно, что ли? Он говорит, да. Я говорю, ну, окей, я буду писать в эту самую контору. Потом прошло пару минут. Приходит, говорит, ладно, пойду, посмотри. Приходит. О, не-не-не, это большая дырка. Я говорю, что... Я же говорю, что большая. Я же не говорю, что маленькая. Конечно, большая. Ну, что у меня тут, блин, получается... Так. 18648, да? Сейчас мы узнаем. Я уже даже и не знаю, какой у меня контейнер там. Сейчас. Да. 64780, yes. Да. О, опять начинается. Проблема. Ну, ёпка жаситая. Должны решить проблему. У меня так уже было. Должны решить проблему. Бумага закончилась. У меня время. Час и три минуты. Я думаю, что я доеду до заправки, посмотрю как-то ситуация и поеду сюда на паркинг. Паркинг есть возле порта. Там еще вот тут есть заправка, рядом которая, но она мне не годится. Ну, можно вот там встать. Вот есть где встать ночью. Это не проблема. Это реально не проблема. Если что, поеду обратно, встану там возле мойки. Что ж мне делать? У меня час времени, ребята, на заправку и на паркинг. На заправке 8 километров, 14 минут. На заправке, ну, 30 минут. И обратно. Блин. Может, там на заправке что-то будет. Там есть паркинг. Ну, не знаю. Будет он занят или свободен. Чтоб за это время не тратить. Хотя можно было бы... Что я, блин, буду заправ... Я сегодня это время потрачу на заправку. А завтра я... Да не поеду на заправку сегодня. Реально, действительно. Поеду сейчас сюда в одно место. Посмотрю, есть там места, нет. Если нет места, то верну сюда и найду здесь место. Так будет правильно. То это какая-то фигня. Реально. Сейчас я поеду на заправку. Заправлюсь. Ну, и вот закончу я, скажем, 8. Начну в 7. И поеду без заправки. А так я сейчас закончу в 7. Начну в 6. И поеду без заправки. То на то выходит. Правильно? Ну, вот как бы кто там, говоришь, что на контейнерах по субботам нет. Вот завтра я поеду в субботу. Пол дня, считай, поеду. Мне нужно так, чтобы, блин, до трех часов загрузиться в понедельник. Ну, вот в чем дело. А путь 240 километров. Это, блин, три часа больше ехать. 9. Ну, нормально, я думаю. Я просто поражен был, что маршрут погрузки в понедельник у меня проходит по дороге, как я буду ехать на базу. Понимаете? Потом от него 100 километров база. И в понедельник я буду возвращаться на базу. Вот это меня, блин, так очень-очень удивило. Я поэтому даже написал, я даже Эрику не писал, написал сразу в A2B. Потому что я знаю, чем ты закончился. Я же сказал бы, что напиши в A2B. Я им говорю, а что делать с МТ прицепом? Они мне говорят... Они мне говорят... Пока, ну, опять задание присылают. Я говорю, нет, сегодня что мне с ним делать? Могу я ехать на уикенд на базу? Я говорю, да, можешь ехать на уикенд на базу. Ну, окей. Вот. Ой, там полный. Это самый паркинг, но я хочу зайти кое-что купить. В магазине. Ну, не в магазине, а на заправке. Или проложить. Или проложить. Я думаю, там будет возможность. Ну, тут машины... Даже сзади негде стоять у машины. Вот. Цепь. Или проложить. Или проложить. Ну, вот тут стоят. Там можно было, по-моему, было стоять. Я смотрел, да? Ну, здесь можно фуром доезжать? По ВСН тебе кажется, да? Я не ошибаюсь. Можно было. Сейчас не знаю. Но сейчас уже нельзя. Пойду схожу в магазин. Ой. Он открыт? Блин, он тут закрыт. Поедем на заправку туда. Законяться не будем, зато зайдем в этот самый магазин. Надо попить купить. Потом вернемся обратно. Не, ну мне даже сейчас стоять здесь не прикольно, потому что магазин закрыт. Больше никакого заправки нет. Ладно, проедем туда. Посмотрим, а если там места есть, то можно там и заправиться. Блин, у меня этот провод, кабель, он отфигачивается, отрывается. Это очень плохо. Надо как-то его подвесить на резинке, что ли. Ну, Дарик, он и скажет на базе, блин, что за байда такая? Что за, блин, бардак. Ладно, тут нам сколько? 6 километров. Проскочен. Ну, надеюсь, что проскочен. Солнышко засветило. Улетел мой чайник. Блин, я суп вчера свалил? Солнышко засветили. Ну, да. И не, 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 вообще раз съел, то лел. Сегодня только не поел, все. Солнышко засветили. Продолжение следует... 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 Пока.